Друзья, всем привет! С вами Павсус! Мы продолжаем «Ходячих мертвецов». В прошлой серии мы с вами выбрались из патрульной машины. Мы убили офицера, который нас ввел в суд или, не знаю, в камеру. После этого мы пришли в дом, встретили Клементина, вон та девчонка, которая сидит в кепочке фиолетовой. После этого мы с вами ходили по городу, встретили двух офицеров. Они нас отвезли на ферму, и сейчас мы должны строить забор. Забор против зомбаков и всего такого. Вот, продолжаем играть за Кли, о, Ли, зовут нашего главного героя, к которому я сейчас хожу. Так, что, мужики, делаем-то? Рассказывайте. Так, ничего пока не понятно, будем ходить искать. А я смотрю, нога, кстати, у нас получше стала, да? Так, а вот пацаны у нас, которые строят заборчик. Так, давайте поговорим с пацаном. Как дела, Даг? Хорошо, я собираюсь водить трактор. Я бригадир, посмотри на меня, Шон. Окей. Ты знаешь, как водить трактор? Конечно нет, зато я могу раскрыть законопроект о сельском хозяйстве США. Не нужно. А Шон до сих пор работает над этой оградой? Эй, Ли. Нужна помощь? Нужна помощь? Было бы здорово, если ты распилишь те доски, это ускорит процесс. Хорошо. Давайте попилим досочки. Мой отец не подозревает, насколько все плохо. Да. Да уж. Я видел парня в Атланте, который убил ребенка. Мальчика. Просто выстрелило ему прямо в лицо. Черт. Мальчик был одним из ходячих? Я даже не знаю, он либо хотел напасть на парня, либо просто хотел съесть его. Он даже не сомневался, просто повернулся, приставил столб промеж детских глаз и нажал на курок. Ты не видел ничего подобного? Это не как в кино. Они не так дохнут, как ты думаешь. Ты приходил стрелять? Дело-то что? Убивать? Ты уже убивал ходячих? Ох. Один раз мне пришлось стрелять, я вышел в мошке. Иногда. Иногда нужно убить, чтобы не убили тебя. Наверное. Не думаю, что будет хорошо спать после утолшона, а то они забудут. Я очень рад, что мы строим эту ограду. Отец просто хочет обезопасить семью и считает, что личные проблемы нам не нужны. Большую опасность, все, что могло это произойти. Как насчет тебя? Где твоя семья? Мои родители в Мейконе. Я не знаю, где моя бывшая жена. Я не в курсе, где моя бывшая жена. О, да. Да, конечно. Для чего. Пока что все это, что нужно сделать. Так, ребята, а у нас должна быть же русская развучка. Почему бы нет? Звук. Нет, тихо, нет. Ты неправильно сделал. Игра. Субтитры русские. Ну ладно, будем читать. Ребят, читай как могу, потому что, ну, сами видите, как быстро субтитры идут. Так, осмотреть ограду. Так, думаю, что эта штука содержит их? Задержит? Пока нет, я планирую соорудить как бы укрепление. Мы хорошенько запаррикадируем это местечко. Ну, окей, да, поговорим дальше, что там. Да. Эли. Эли, мы говорили с ним. Я собираюсь пойти проверить других. Как хочешь, чувак. Так, а о чем мы строить-то будем ограду? Я понять не могу. Он еще так... Тут еще так странно границы помещены. Тут вообще непонятно. Куда идти тебе? Как дела, да? Хорошо, я собираюсь в один трактор. А, ну, мы это слышали уже. Я бригадир, посмотри на меня. Да, хоть какое-то веселье в этих краях. Так, ограду мы смотрели, мы пилили доски. Окей. Так, у нас тут камера так меняется. Все, понял. Так, вон там наши пацаны тусят. А пойдемте поговорим, наверное, вот с этим пацаном. Кенни. Судя по всему, он нормальный парень. Это не самый лучший пикап в мире, но он все выполняет. Ну, понятно, что он выполняет работу. А может, мы с тобой поговорим так? Пойдемте в дом, наверное, да. В дом сходим. Ну, с девчонкой мы разговаривали уже, да? Эй, скоро вернусь. Хорошо, Ли. Так, с Клементиной мы общались. Похоже, эти двое нашли общий язык. Катя, Матя. Так, а что делать-то реально? Рацию? Так, ну вот рация у меня, и чего? Давайте еще раз походим по двору вокруг. Может, что-то есть. Да, я так понимаю, нам нужно построить окраду. А чтобы ее сделать, нужно встать в какое-то место. Так думаешь, эта штука содержит их? Пока нет, я планирую соорудить как бы укрепление. Мы хорошенько забаррикадируем это место. Так, сука, я это понял. Так, а что, как это? Что дальше-то делать? У нас ни задания, ни хрена. Но я понимаю то, что мы собираемся ехать в Атланту с Катей и Кенни, да? Или как его зовут? Да, правильно, Кенни. Вот мы собираемся ехать в Атланту. С ними, да. Давайте смотреть каждое местечко и... Искать возможность приближаться к прохождению нашей игры. Может даже так сказать. Так, пикап мы смотрели. Все нормально с пикапом. Блин, реально непонятно, что делать. Так, это мой сосед там что-то стукает. Спасибо, сосед. У каждого есть сосед. Ставьте лайки, у кого такие соседи. Трактор. Мужик вот этот. Нужна помощь? Вам еще нужна помощь? Пока это все. Нужно распилить, спасибо. Так, подожди. Там еще что-то можно было сделать. Шон! Нет, 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 нет. Погоди. Нет, не из игры. Давай выйдем, да. Я собираюсь пойти проверить других. Как хочешь, чувак. Так, ну блин. А реально, что делать-то? Пилить что-то? Может доски собрать? Не, я реально не понимаю, что сделать надо. Вот у меня тут в игре стучит, и еще сосед стучит. Классно. Может там к этому красному пикапу подойти? Давайте попробуем. Привет, Кенни. Нужна помощь, как дела у твоего сына? Какие у вас планы? Какие у вас планы семьи? Вернуться в Лондарейл и разобраться с тем этим. Правительство начнет отдавать приказы, а Национальная гвардия начнет их выполнять. Думаю, если дело останки еще хуже, то мы сможем плыть на лодке. У тебя есть лодка? Я промышляю рыбалкой, ловлю пугли, у дельфинов все это клюет, и за это хорошо платят. Катя не в восторге от этого, но лоска не так уж и плоха. Ну да. Так, нужна помощь, какие дела у твоего сына? Как дела у твоего сына? Думаю, хорошо, мы были в гостях у сестры Канти в Мемфисе и возвращались домой. Но на одной запраске какой-то парень схватил моего сына. Я подумал, что он хочет похитить его, уже через пару секунд я подлетел к этому подонку, и, боже, слава богу, я был там. Мы видели много тел до того, как наткнулись на Хершела. Но у нас крепкая семья, и никто не сможет досаждать нас. Так, тебе нужна помощь? Нужна помощь? Нет, думаю, я сам справлюсь. А тебе нужна помощь? В смысле? Так сказать, чтобы позабочиться об этой маленькой девочке. Ты понимаешь, что делаешь? У тебя есть свои планы? Нет детей. Да я в порядке. Думаю, я справлюсь, сейчас она в безопасности, значит, я все делаю правильно. Пока там ходят все твари, то это, наверное, достаточно. Ты должен спросить себя, то ли оно тебе надо, позабоиться о том, а потом, не найдутся ли другие. Буду иметь это в виду, пока. Давайте еще поговорим с ним. Честно говоря, это кусок дерьма, но ездит нормально. Так, окей, мы поговорили с этим усатым. Пойдемте перетрем с Катюхой. Твой папа дал тебе, что он тебе дал? Не понял. А, вот старый, старый, он уже со старым нужно поговорить, потому что мы с ним не разговаривали. Надо поговорить с ним. Тебе следует знать, что если ты не уедешь с Кенни сегодня, я не потерплю лжи, как это было вчера. Я не уверен, что понимаю тебя. Я не тупой. Я поймал тебя на лживой прошлой ночи вопросом о том, кто был в той машине. И, честно говоря, даже не хочу знать, как я там выброс из Атланты. Пешком. На машине. На машине, но попал в аварию, и я шел, пока не встретил твоего парня. Но твой вид этого не подтверждает. А, подтверждает. У тебя хорошая ферма. Эх, если бы ты сказал мне 20 лет назад, я бы до сих пор это делал. Чтобы мы ответили, врунишка. Я никогда не планировал быть фермером. Но так было принято в семье. Семья – это самое главное, особенно сейчас. Ты согласен с этим? Да, да, я согласен. Ну, конечно, да. Где же твоя семья? Родители, жена, подруга. В Атланте, да? Мои родители Змейкена разведены. Разведен. Бывшая жена где-то в Вирджинии. Вроде бы... Жаль это слышать. Но теперь у тебя есть маленькая девочка, требующая заботы. Это Клементина, не так ли? Как ты нашел ее? Я искал по... На меня напали, и она пришла мне на помощь. Я не знаю, кто ты и что ты сделал. Предположим, что в городах ситуация не улучшится, если станет еще хуже. Тебе придется зависеть от честности незнакомцев, если ты хочешь выжить. А если выяснится, что эти люди лгут тебе, то будет плохо. И да, тебе следует улучшить манеры, друг. Что за... Скорее, я возьму оружие... Я возьму ружье. Окей, он возьмет ружье. Че там кто-то морет-то? А там зомбаки. Ё-моё. А, чувака журит. А, трактором принял. Ё-ка ты налил, бригадир нашел. Ой, пацан, все, пока. Пацана, блять, пацана. Кенни, блять, помоги. Где? А, вон, вижу. Сними его с меня. Бля, они идут, мужик, они идут. Я пытаюсь двинуть ее. Я держу тебя. Кенни, помоги. Ли. Кенни. Ё-ка ты налево. Давай, двигай, 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 двигай. Сука, тяжелый трактор. Ой, пиздос. Попирали, другая. Все, сына за... убили. Сожрали его. Блин, а может, пацану было спасти? Хер его знает. Я играю, как получается. Я в порядке, пап. В порядке. Я облагаю тебе... Не волнуйся, сейчас сделаем перевязку. Они почти... Почти добрались до меня. Блин, Ли, пытался помочь. Я знаю, сынок. Я... Все. Он умер. А что я мог сделать? Надо было пацана спасать. Ну, я подумал, что разумнее выбрать этого мужика, потому что от него толку больше, чем от пацана. Ну, я не знаю, блин. Но все равно пацана спас-то батя его. Уходите. Пошли нахуй отсюда! Мне жаль. Жаль? Двой сын жив. Тебе не может быть жаль. Ты пытался помочь, но это кусок говно позволило ему умереть. Никто не виноват. Это вина... Блядь. Давай ты... Мне не хватило сил, мне жаль. Если твоя девочка попадет в ловушку, лучше надейся, что тебе хватит сил, или что твои друзья не трусы. Прошу, просто уйдите. Уйдите и никогда не возвращайтесь. Игруха прям такая хороша идет. Что делаем? Уезжаем. Пизде пошло все у нас. Давай, Катюха, поехали. Могу подбросить до Мейкона, если честно, если надо. Да, уж дела. А почему у них не было оружия? Они же должны были так, чтобы обезопасить себя. Ну, как-то они не захотели и не подумали об этом. Ну, это максимум, который мы смогли проехать. Этого достаточно. Так, нас теперь сколько? Нас пятеро человек. А было бы нас шесть. Даже со старым еще. Семеро было бы человек наш. Смотрите. Эй, вы свои... Эй, вы свой? У нас кончился бензин. Это ни хрена не свой. Вы что, угораете? Ебать! Мы в ловушке! Пошел в жопу, лысый. У нее пушка есть! Хрена себе! Бежим! А, это не мы! Это мысль, это кто? Нам помогли, что ли? Кто это такие? А, нас спасили, все, понял. Мы не можем так рисковать. И мы не можем позволить людям умирать. Когда я оказался, мне открывают дверь. Несмотря ни на что, я, блядь, говорила серьезно. Бля, мы же не знаем этих людей. Они могут быть опасны. У нас дети, мы нормальные. Мы не опасные, мы обычные ребята. Опасно? Это когда куча людей бегает наружу, привлекает внимание. Ли прав, мы просто обычные ребята, но в отличие от вас мы любим помогать людям. Не обращай на нее внимания. Не позволю ни ему, никому другому. Все дело на выживание. Вы разве не видите, что происходит? Что такое? Мне жаль в туалет. Мне надо в туалет. Во. Погоди. Подожди минутку, Клементина. Подожди, что не услышится. У них дети, Лили. Тем тварям снаружи все равно. Может, тогда тебе стоит присоединиться к ним? У нас есть что-то хорошее. Она, сука. Она нормальная. Она нормальная. Они сильно рисковали. Да, рисковали. И мы ценим это. Теперь давайте успокоимся. Твою мать. Вашу мать, один из них укушен. Он не укушен. Черт, аз два. Нам пора покончить с этим сейчас же. Только через мой труп. Сейчас устроим. Нет, я очистил его. Там нет укуса. Он нормальный. Люди, вы что, блядь, не понимаете? Мы уже видели, как это происходит. Если выпустим кого-нибудь с укусом... Заткнись. Нам нужно вышвырнуть его. Или снести ему башку. Кенни, останови его. Ли, а что нам делать с этим парнем? Договориться с ним. Договориться с ним. Может, с кровавым концом никто не сумеет угрожать моему сыну. Все, успокойтесь, блядь. Никто ничего не делает. Заткнись, Лили. И ты, заткнись, ебало. Если найду нас и проберусь сюда, всем... И всем будет на это похуй. Но сейчас мы в ловушке с одной из этих тварей. Ты о чем? Он укушен. Он превратился в эту тварь. Он не укушен. Он в крови просто. Ли, останови его. Он расстраивает Дака. Это его сын. Ты Ларри, да? Мужик, это его сын. Посмотри вокруг, дебил. У меня есть дочь. У тебя есть дочь. Достань свою голову из жопы, пацан. У нас всех есть здесь дорогие люди. Мы не можем все решать без убийств. Есть другой путь. Ага, в могилу. Я убью его, Кет. А ты прыгай за Даком. Ли! Да? Там кто-то есть. Она просто заперта. Ключ за прилавком, наверное. Эй, я не плохой парень. Я просто присматриваю за свою дочерью. Нет, ты просто парень, который хочет убить ребенка. Он весь в грязи. Он найдет укус. Не найдет. А если найдет? Первым делом он укусит лицо своей мамочки. Он лишь мальчик. Разберемся с ним. Мы будем делать, что ты скажешь. Разберемся с ним. Мы будем делать, что ты скажешь. Он лишь мальчик. И еще мальчик поиграет в мячик. Он лишь маленький мальчик. С ним мы справимся. Маленький мальчик. Он будет контролированным пожирателем людей. Этого не будет. Да, если мы выбраться на него сейчас же. Выруби этого парня. С радостью. Да, сука. Боже. Ау. Вот блин. Ой, да ты пошла. Я сказал, будь дома. Боже. Клементина. Сука. Ты что такой валенок-то? Так, тихо-тихо. Пошел в жопу. Пошел в жопу. Ку-ку-ку-ку-ку. О боже, отстань. Бля. Давай, давай, давай. Спасибо. Спасибо, ребята. Блин. Ты, твою мать, кто такая? Ты в порядке? Все отлично, спасибо. Эээ, ребята. Ложитесь все тихо. Они зайдут сюда, заткнись. Тихо. Там военные что ли? Это что еще такое? Я не знаю. Спасибо, кто бы это ни был. Мы чуть не умерли из-за этой сучки и ее пальца на курке. Это было глупо. Это было... Пап. Что с ним случилось? Он не укушен. Я же говорил, что с ним? Что с ним? Это его сердце. Это его сердце. Таблетки. Эээ, нитроглицерин. Нитроглицерин. Да, она закончится. У нас возникли проблемы в проникновении в аптеку. Прошу, попытайтесь превратиться. Блядь, туда, зайдите. Нам нужны таблетки. Через кабинет как-нибудь мы сможем это сделать. Что там искать? Что нам искать? Мне нужен нитроглицерин. Пожалуйста, приберитесь туда. Я присмотрюсь за отцом. Окей. Остальным нужно расположить нам поудобнее. Присмотреть что-нибудь полезное. Мы найдем таблетки. Я начну думать, что мы в аптеке не укроемся. Ты прав. Это не Форт Нокс. И что ты предлагаешь? Нам нужно много бензина, чтобы мы все смогли выбраться из центра Мейкона. Быстро. Согласен. Тогда я пойду поищу бензин. Тут недалеко есть мотель в конце улицы. Почти. Я сбегу туда и обратно соберу все, что смогу. Ты спятил, это было бы отлично. Ты знаешь о кругу? Ты знаешь о кругу? Ты местный? Родился, тут и вырос. Если попадешь туда, вот Ратсон, случай, если найдешь... А в любви же неприятности, круто. А вторая у Клементина, сообщи новости и побыстрее возвращайся. И ты, как тебя зовут? Я Лилия, а это мой отец Ларри. Присматривай за ним. Ребята, скоро принесут тебе лекарства. Верно. А ты будешь проглядывать за главным входом. Ты у нас на стрёме. Я дак, все понял. А я Карли. Хорошо, Карли, поможешь даку, если нужно будет. А пока отдохни, ты хорошо стреляешь. И я бы хотел, чтобы все было так и оставалось. Есть, босс. А теперь достаньте ему эти таблетки. Так, давайте реально поможем старому этому. Так, прочитаем газету, проверим. Центральный штат высоких технологий. Газета выпущена неделю назад. А как будет... А как будто год. Так, давайте поговорим с бабой этой. Так, радио. С чем ты возишься? Радио. Я не могу заставить его работать. Позволь мне взглянуть. Так, и что делать-то? Так, трогать, трогать. Ничего. В этой штуке нет батареек. Что, что? Ты не знаешь, что в этой штуке нет батареек? Да, конечно. То есть... Да, нет. Я поищу. Их нужно две. Спасибо. Я даже не знаю, что искать. Так, а давайте поговорим с девочкой этой. А сейчас стреляешь? Ну, не связывайся с репортером, особенно если в последний раз. Я спил кофе через три дня назад. Ты неплохо держишься. Я найду батарейки для твоего радио. А ты неплохо держишься. Ха, серьезно, я в жопе. Я бы так не сказал. Моего редактора сожрали с пяти футок от меня, и я бы присоединился к нему, если бы не этот странный парень на стрёме. Мне жаль. Она была задницей. Ты сам понимаешь. Да. Да. Этот парень спас тебя? Я найду под... Так, окей. Этот парень спас тебя? Да. Можешь в это поверить? Эти твари или парень, или хер знает, кто они такие. Они разорвали наш фургон, этот парень. Даг, просто пришел на помощь. Никогда не знаешь, кто окажется героем. Он милый и жил в подвале родителей. Как ты тут оказалась? Как ты тут оказалась? Мы приехали сюда, чтобы снять фестиваль по случаю цветения вишни. Неприятный материал, конечно. Похоже, она того стоила. Я найду батарейки для радио. Я найду батарейки для этой штуки. Спасибо. Отлично. Я ценю это. Окей. Пошли, отдохнем. Я лучше вернусь своим делам. Ага. Пойдемте поговорим с Дагом. Что-нибудь слышали или видели? К счастью, ничего. Хочешь, выйди наружу, чтобы осмотреться. Ха. Разве я похож на самоубийцу? Нет, решетка снаружи заперта. Мы можем выйти из магазина и будем в безопасности. О, ха. Тогда давай осмотримся. Конечно, давай осмотримся. Отлично. И мы будем сидеть тихо. Не стоит привлекать их с лишним шумом. Согласен. Господи. Кажется, мне сейчас тошнит. Они только едят. И это единственное, что их заботит. А если тебя схватят? Они сожрут тебя, и ты вернешься одним из них. Что за хуйня? Я думаю, понадобится больше. Побольше, чем несколько дней, чтобы все стало, как прежде. Да, мне тоже так кажется. Лучше нам переждать здесь. Так, а что делаем? Мужик, там на спичка лучше на укрепление. Ага, оно не сработало. Так, понятно. Вход в аптеку. Магазин телевизора. А, мы же идем, это, погоди. Еба, мы же идем в аптеку за таблетками старому, да? Так, хостовары. Вы, ребята, пробовали попраться туда и взять оружие? Я, да, но это было очень рискованно. А еще группа парней это попыталась. И что случилось? Я думаю, большинство из них бродит там. Так, а это что у нас? Магазин телевизоров. Ха, плохо, что мы не можем выйти отсюда и посмотреть новости. Было бы хорошо узнать, что происходит повсюду. Атлантика, конец, это все, что я знаю. Так, а давайте в аптеку вернемся, поговорим с другими. Давай зайдем внутрь, хорошо. Я почему хочу зайти внутрь? Потому что я хочу с другими членами, так сказать, нашей компании поговорить. И узнать обстановку, как они себя чувствуют и о чем думают они. Так, окей, мы в аптеке. Так, стоп, у нас тут уже какие-то действия появляются. Так, проверить фотографии. Так, проверить открытки. Открыток, мне жаль, слышать, что ваша любовь съели живые мертвеца, здесь нет. Мы не позволим, чтобы Деке что-нибудь случилось. Я не знаю, милая. Так, а что я подобрал? А, таблито со старому, да? Проверить вырезки из газет. Так, мы тут смотрели, тут смотрели, окей. Вырезки из газет. Ничего нету. Так, проверить фотографии. Я плохо это помню. Нам просто нужно вернуться в форт Лоэрдейл. Будем стараться изо всех сил. Так, давайте поговорим с парнем. Кенни, Катя и Дак. Эй, Ли. Возможно, быть его было бы не лучше и бить. Были планы и похуже. А сказал парень, которому не дали бы ружье. Все равно мы с Катей и я оценим твою поддержку. Спасибо тебе, Ли. Как дела у Дака, какой план? Ребята, вы в порядке вообще? Ребята, вы в порядке? Мы в порядке, вроде бы. Ты как, Дак? Мы все многое пережили. Мы все. Как дела у Дака, какой план у нас? Какой план? Держаться, я полагаю, кажется, нам довольно опасно, так что нам надо подождать, пока все немного не установится. Говоришь, твоя семья из Мейкана? Да. Где они? Надо идти поискать их. Я не знаю. Они владели этим местом. Блять, их нету. Их нет. Господи, думаешь, как? Я просто знаю, хорошо. Катя, это не наше дело. Как дела у Дака? Ли, найдется минутка? Конечно. О том, что было на ферме? Да. Знаешь, я запаниковал. Я не горжусь этим. Бывает. Ты дал парню умереть. Ты дал парню умереть. Я знаю, мужик. Я знаю. Что, если бы ты мог освободить его Дака, если в твоей мысли проясниться, ты бы сдвинул тракт из его ноги? Я продолжаю думать об этом. Я все еще увижу его лицо. Отругать? Отлично. Ты должен. Мы должны рассчитывать друг на друга. Так, давайте поговорим с Катей. С Катюхой нашей. А вот тут холодильник. Мила, попробуй что-то найти. Как? Ведь там эти твари. Так, проверьте холодильник с мороженым. Давайте проверим. Сейчас это все растаяло. Окей. Как у вас дела? Как дела? А, мы... Встаем. Он в порядке. Просто небольшой шок. Нам повезло, что он не сходил по пути сюда. Согласен. Как она? Я думаю, она в порядке. Ее семья погибла. Да, она в порядке. Она в порядке, наверное. Она крепкий орешек. Как она всего лишь маленькая девочка? Лита говорила, она выжила течение многих дней в одиночку. А выжила. Правильно. Не каждый ребенок способен на такое. Лучше вернуться, чтобы взять лекарство этого парня. Угу, не торопись. Да, тараторит я не быстро очень. Так, давайте поговорим с Клементиной. Где она, девочка наша? Ну, как все думают, что дочка наша? Так, Клементин, давай поговорим. Эй, привет. Эм, Глен, не выходил на связь. Могу я что-нибудь сделать для тебя? Глен, выходил на связь? Не, он в порядке. Он в порядке? Да, думаю, да. Ты делаешь важное дело. Могу я что-нибудь для тебя сделать? А тебе принеси что-нибудь? Я в порядке. Разве что немного голодна. Я займусь этим. Ты должна дать знать... Ты должна дать знать остальным. Итак, эм... Ты в порядке? Что? Ах, да, я в порядке. Я всего лишь... Я в норме. Я хорошо. Это хорошо. Хорошо. Ага, думаю, да. Хорошо, что... Хорошо, несмотря ни на что. Да. Ого. Ну, отдыхай. Окей. Так, взять батончик. Пойдемте, Клементине дадим покушать ей. Так, второе. Держи батончик. Тут немного, но все равно держи клемм. Спасибо. Конечно. Вы позаботитесь о Клементине. Это хорошо, да? Так, давайте банкомат проверяем. Может, там денежата есть. О, не поврежден. Хорошо, что это место не ограбили. Так, а мы, я так понимаю, мы нашли таблетки для... Я не помню, как этого старого зовут. Потому что... Вот реально, мы зашли в эту аптеку, да? И там столько народу появилось. Я даже не успевал. Я просто все подряд читал. Все субтитры. Думаю, вы поддержите меня лайком. У нас все будет отлично. Так, ну что, старый? Держи таблетки. Так, открыть кабинет. Лили. Как он? Не уверена, что я расслышала твое имя. Я Лили. Я Лили. Мой отец Ларри. Я просто делаю то, что должна. Как и все. Его сердце прям шалит. Я ничем не могу ему помочь. И так жестоко ранее с моим отцом. Это не помогло. А жестокость не помогла. Что с ним? Что с ним? У него больное сердце. Он довольно часто принимает нитроглицерин. У него было несколько сердечных приступов. Он сам не спрашивает. Пришлось спрашивать в госпиталь. Да, сейчас это не вариант. Я просто пытаюсь держать отца в хорошем состоянии. Он с характером смотрю. Он у него температура. Он с характером. Ой, да. Да пошел ты нафиг. Угу. Он не хотел. Ну просто... Да. У нас тут дети, семьи. У нас тут дети, семьи. Он и я. Мы знаем. Я просто говорю, что не каждый выдержит такой характер. Че ты возьми. Похоже, ты и сама едва выдерживаешь. Он такой человек. Просто не выводила его из себя. Где ее мать? В саванне, наверное. Ох, вы разошлись? Я сосед. Нет, я ее отец. Я нашел ее в доме. Мы когда мы выросли из Атланты, она выживала в одиночку. Я думаю, родители девочки мертвы. Ох. Я прослушал сообщения их от автотечка. Они были в саванне, а она дома с нянькой. Это было ужасно. Ну, ей повезло, что у нее есть ты. Ты местный? Ты думаешь об этом? Ты местный? Я работаю в Уорнер-Робинс на базе ВВС. Да, слышал. Ты пилот? Нет, всего лишь обслуживающий персонал. Постоянно имела дело с дебилами и бюрократами, которые водили самолетами. Управили самолетами. А, я работал в Университете Джорджии. Ты был... Так, тут был кто-нибудь, когда вы пришли сюда. А, тут они были, когда вы пришли сюда? Нет, это место было заброшено. Мы вытащили несколько тела из кабинета. Чего? Ты в порядке? Да. Да, я в порядке. Ты знал кого-нибудь отсюда? Да. Ага, владельцев. Они были... Мы были близки. Извини, мы нашли пожилую пару в кабинете. Отец вытащил их. На случай, если они не до конца умерли. Что ты думаешь обо всем этом? Что ты думаешь обо всем этом? Что тут думать? Мертвые восстали, сводят кругом. Обродят кругом, едят людей и делают из них еще больше, больше тварей. Спаси нас, Господи. Мы должны собраться и пережить это. Я должна вернуться к нему. Звучит хорошо. Давайте проверим кабинет. Потому что в кабинете что-то у нас интересное. Так, не знаю, что-то написано. Я не могу. Я не могу думать о них здесь. Да, тут прям кровища вообще много. Осмотреть аллею. Эта дверь ведет к задней аллее. Все, понял. Так, давайте с Клементиной поговорим. К тебе хорошо все относятся? Есть новости от Гленна? Давайте узнаем о новостях. Ты слышал от Гленна? Не в немного. Да, немного. К тебе здесь все хорошо относятся? Да, ну, можно, кроме больного. Ого, мы будем слить за ним. Оно было в туалете, и я пытался добраться до него. Знаю, но ты остановил его. Да. Сможешь еще? Ну, я даже не собирался идти искать их. То есть, самых опасных. Я попытаюсь. Хорошо. Так, выходим. Пойду осматриваюсь. Хорошо. Что это? Это трость моего отца. Он ходил с ней время от времени. Он был болен? Нет, он был здоров. Он отпугило ей воров. Эта трость была лучше любой сторожевой собаки. Лучше любой сторожевой собаки. К тому же, он делал это круто. Как ты со своей кепкой. Мне дал ее мой папа. Видишь, папа умный. Так, дверь в аптеку. В смысле, дверь в аптеку. А, все, понял. Так, стол. Нужно расчистить путь, чтобы открыть дверь. Нужно расчистить путь, да? А я могу помочь? Конечно. Ну вот, постарайся не прижать палец ящиком. Как ты? Эти штуки были страшные, а? Тебе не нужно... Да? Как ты? Ты как? Да, он не такой уж странный. Как насчет всего остального? Плохо. Нет, это не так. Но я думаю, что все будет в порядке. Окей, давай продолжим. У тебя есть дети? Нет. И нет семьи? Чем занимаются твои родители? Давай, не будем говорить об этом. Ты занимаешься спортом. Давай. Чем занимаются твои родители? Чем занимаются твои родители? Моя мама врач, а папа и... А папа инженер. Это хорошая профессия. А кем ты работаешь? Я преподаватель в истории и писал всякие штуки. Как... Вроде... Сочнял исследования? Да, правильно. Ты не ответил на вопрос. Ладно, давай дальше. Почему ты не можешь говорить о своей семье? Они что, ненавидели тебя? Потому что они мертвы. Надеюсь, что нет. Просто все это сложно. Давайте не будем краской сгущать. Я не виню их. Я их не виню. Почему? Вы ругались? Я иногда ругалась с мамой. Мы не ругались. Мы просто долго не разговаривали. Слушай, моя семья пропала. Я хочу, чтобы все было по-другому. Ага. Я влип в неприятности, но это только между нами. Я неплохой парень. Я неплохой парень. Слушай, я неплохой парень. Ясно? Много чего случилось, и после этого мы не говорили. Мои родители не разговаривают со мной, когда я влипаю в неприятности. Я понимаю. Ой, палец порезал. Ты в порядке? Я поранил свой пальчик. Кровь немного. Ну-ка, иди сюда. Я поищу пластырь. Так, в ящике. Нет, в ящике ничего нету. Кстати, хорошо, справляюсь. Я уже с читкой. Давайте матрас посмотрим. Мои родители пришли сюда в надежде выжить, но один из них был ранен. Наверное, это был отец, скорее всего. Пытался быть героем, или хотя бы затащить мать. Длин, обидно, да? Там лежат фотографии. Нашу что-нибудь? Фотографии сими владельцами этого места. Ничего. Ничего. Я знаю, кто вы. Ты Ли Эверетт. Ты Ли Эверетт, профессор, который попадал в Ахиновах и убил сенатора штата, за сестом переехал. Это магазин вы хранители, местные жители из нас. Ты один из владельцев получил пожизненное, а я в курсе. Работаю репортером в Атланте. Я обратил внимание на это заседание суда. Может, ты убийца, но мне все равно, честно говоря. Способность может пригодиться. Ты говорил кому ему, или что-нибудь ты привязываешь к этому делу? Нет, тебе то, что сейчас апокалипсис, кому... Нет. Нет, я специально говорил только имя. Ну и хорошо. Ты вроде парень неплохой, а последнее, что нам здесь нужно, драма. У тебя есть маленькая девочка. И слушай, не дай мне пожалеть об этом. Не планирую. Хорошо, потому что если продлиться еще пару дней, а ты будешь не в ладах группы, то это проблема. Понял. Я никогда этого не окажу. Спасибо. Как тебе доверять? Я не доверяю тебе. Как тебе доверять? Как тебе вообще доверять? Ты не можешь, наверное, но других парентов немного. Ли? Да? Да. Что, если мы родители придут домой, а меня там нет? Они найдут нас, не думая, что... Да, они найдут нас. Они найдут нас. Не волнуйся. Да, хорошо. Нам нужно просто быть осторожнее. На этом случае у меня на рации. Стойте близко к мне. Мы с вами уехали с фермы, мы потеряли мужика, которого трактором придавил его, сожрали зомби. Так что, игруха мне очень нравится. Мне нравится читать по ролям, это очень классно. Так что, подписывайтесь на канал. Ссылка на плейс будет в описании под видео. Ставьте лайки, комментируйте это видео. Не забывайте про колокольчик. Делитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, на мою страничку ВКонтакте. И ссылка на плейс будет в описании под видео. Все, всем до встречи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok